К нашему эфиру присоединяется экономист Олег Пензин. Добрый день, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, законопроект о помощи Украине одобрен Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов. Теперь ждем голосование в Сенате. Лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер, написал в соцсетях, что все процедуры в Сенате будут пройдены в течение этой недели. Затем документ должен подписать Джо Байден. Он тоже обещал, что задержек не будет. Я напомню, речь идет о выделении Украине помощи на сумму в 60 миллиардов 84 миллиона долларов. Расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как будут распределяться эти деньги, сколько из этой суммы попадет именно в Украину, ведь часть останется в Соединенных Штатах. И как скоро Украина может рассчитывать на эту помощь? Ну, во-первых, что касается структуры этой помощи, где-то порядка 32-33 миллиардов долларов из этой суммы будет направлено на предприятие военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки для того, чтобы подготовить на них вооружение, которое должно заместить Пентагону. Пентагон то, которое Пентагон будет передавать Украине, которое уже готово для передачи Украине. И в случае подписания президентом Соединенных Штатов Америки закона, который завтра должен быть проголосован, в ближайшее время, по заявлениям американских сенаторов, это в течение меньше, чем недели, эти боеприпасы, эта техника, очень необходимая Украине, уже окажется на украинской территории. То есть это где-то порядка 32-33 миллиардов. Далее идут средства, связанные с закупкой техники, далее идут средства, связанные с проведением соответствующих систем обучения. То есть общий объем военно-технической помощи, который будет передан Украине, соответствует где-то цифре порядка 50 миллиардов долларов. Далее 3 миллиарда долларов будут направлены на гуманитарное разминирование, и 7,5 миллиардов, где-то на этом уровне, это те средства, которые будут напрямую переданы Украине в бюджет в виде макрофинансовой помощи. Собственно, передача этих 7,5 миллиардов долларов полностью закрывает потребность Украины в макрофинансовой помощи на 2024 год. То есть все 37 миллиардов, о которых говорило правительство Украины, необходимых для покрытия дефицита бюджета, собственно, эта сумма в 7,5 миллиардов как раз, собственно, и закрывает. Так что вот в действительности эти цифры, они крайне важны, но, естественно, самой важной частью является военно-техническая помощь, потому что там есть вещи, которые являются абсолютно уникальными. В частности, речь идет о боеприпасах к, скажем, системам залпового огня, там речь идет о боеприпасах к системе Патриот. Ну, то есть есть вещи, которые альтернативно невозможно найти нигде. Их производят только Соединенные Штаты Америки. Так что в этой ситуации очень сложно недооценить ту помощь, которую мы должны получить от наших американских партнеров. Хочется выделить вот еще один пункт о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины. Этот документ позволит администрации Байдена конфисковать российские активы, которые находятся в банках США, и передать их Украине на восстановление. Это, если я не ошибаюсь, более 6 миллиардов. Скажите, а вот что это значит для России? Вот первая реакция Кремля была такой, ну, где-то даже истерической, да, угрозы посыпались от Пескова, от Захаровой. Смотрите, во-первых, давайте мы уточним один маленький момент. То, о чем мы с вами говорим, этот законопроект, он дает полномочия администрации Соединенных Штатов Америки, администрации президента. То есть это не означает обязательное осуществление подобных действий. Это предоставление полномочий, в первую очередь, провести соответствующие консультации со странами G7, дабы согласовать политику. Мы с вами прекрасно понимаем, что в Соединенных Штатах Америки в действительности заморожено очень небольшой объем активов. Хочу напомнить, что общий объем замороженных активов составляет где-то 320-330 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах Америки вот только где-то порядка 6,5, чуть-чуть больше. Основные средства, о которых мы с вами говорим, они заморожены в Европейском Союзе. В частности, до 200 миллиардов долларов сосредоточено в системе Евроклира, который имеет юрисдикцию Королевства Бельгии. И находится весь этот объем в ценных бумагах, прирабетенных Российской Федерацией в свое время. В ценных бумагах европейских стран. То есть, естественно, само по себе решение администрации Соединенных Штатов Америки, оно будет иметь достаточно серьезное влияние только тогда, когда это будет консолидированная высококутная позиция стран J7. Собственно, именно на это направлен этот законопроект. И именно эти полномочия передаются администрации президента для проведения соответствующих консультаций. Да, американцы говорят, что под эти деньги, например, для того, чтобы не нарушать сегодняшнюю систему существующую международного права, можно выпустить, например, облигации, где залогом будут выступать эти замороженные активы. То есть, формально их никто не трогает, но под них привлекаются необходимые средства для передоставления Украине. Следующий момент, который активно обсуждается, это можно ли эти деньги использовать на закупку вооружений или все-таки их есть необходимость немножечко подождать и направить в Украину тогда, когда речь будет идти о восстановлении экономики. Ну, то есть, цели тоже пока обсуждаются активно. Но сам факт подобного решения – это очень серьезный шаг вперед по поводу определения дальнейшей судьбы российских замороженных активов. Давайте, Олег, пойдем дальше. Ранее глава Европейского Центробанка Кристин Лагар заявляла, что предложение Соединенных Штатов об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства. Об этом Financial Times написала. Вот смотрите, это больше вопрос политической воли, ведь в принципе Россия говорит о том, что они будут преследовать судебно-порядки и так далее и тому подобное. Но она уже подорвала свою репутацию во всем мире. Как этот вопрос может быть решен, чтобы не было претензий к нарушению международного законодательства? Ну, смотрите, европейцы, собственно, сейчас уже нашли этот механизм. В частности, они активно собираются использовать не сами замороженные российские активы, а доходы, полученные от замороженных российских активов. Да, позиции главы Центробанка Европейского Союза, она известна. Причем параллельно с этой позицией есть позиции руководства крупнейших европейских банков, в которых, собственно, и находятся сегодня эти замороженные российские активы. Они очень сильно опасаются, что любые действия с этими активами могут привести к целой череде судебных исков, которые придется погашать этим банкам за счет собственной прибыли. Это тоже вариант. Поэтому европейцы идут сейчас по пути использования через программу Ukrainian Facility доходов от замороженных российских активов. Потому что с точки зрения юристов Брюсселя, после того, когда активы были заморожены, они не могли приносить доходы. И все доходы, полученные после того, когда активы были заморожены, не являются в прямом смысле собственностью Российской Федерации. Есть на этот счет достаточно четкие высказывания европейских юристов. Поэтому именно эти доходы и могут лечь в основу тех средств, которые будут использованы. Общая сумма вот этих средств где-то оценивается порядка в 4 миллиарда евро в год. Суммы небольшие. Но тем не менее, это те деньги, которые реально могут наполнить фонд Ukrainian Facility с точки зрения предоставления средств, необходимых для закупки вооружений. Ну вот, кроме того, Соединенные Штаты призвали Евросоюз снизить налоги на доходы от замороженных активов в России. Это могло бы помочь увеличить потенциальную ежегодную помощь Украине с 3 до 5 миллиардов евро. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далил Синкс. Синкс, который курирует вопросы мировой экономики. Ваше мнение, реально ли это? Пойдет ли Европа на такой шаг? Ну, смотрите, тут у меня больше пессимизма, чем оптимизма. Я объясню, почему. В Европе существует налоговое законодательство, которое четко определяет процент отчисления налогов от тех или иных операций. Любые операции, даже с замороженными активами, являются финансовыми операциями, которые приносят доход. В силу того, что эти деньги размазаны по разным странам Европейского Союза, у каждой из этих стран есть свое налоговое законодательство. И все эти налоги собираются, исходя из местных налоговых законов, кроме всего прочего. Вот те налоги, которые собираются, они являются основой для существования и наполнения бюджета этих стран, через которые, собственно, и финансируются те или иные социальные вопросы. Поэтому я думаю, что вопрос об либо уменьшении, либо снятии налогов с замороженных российских активов, доходов от замороженных российских активов, это достаточно длительный процесс просто потому, что он будет требовать изменения национальных налоговых законодательств в стран, где эти активы заморожены. А это, ну, реально, это очень длительный процесс. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вряд ли кто-то будет достаточно быстро решать эту проблему. Нам важен сам факт того, что доходы после налогообложения могут быть использованы, и механизм для этого сегодня существует. Олег, я бы еще вот такой темой коснулся, о чем мы говорили перед тем, как включить вас в эфир, что переработка нефти в России рухнула до минимального за 11 месяцев показателя. Вот хотелось бы ваш прогноз услышать, насколько эти цифры реальны, и прогноз с точки зрения, что оборудование все-таки на этих НПЗ зарубежное, и, так сказать, импортозамещение в этом отношении не очень срабатывает. Ну, смотрите, вы пользуетесь информацией Блумберга, я, собственно, тоже хотел бы воспользоваться их цифрами. После активных обстрелов российских НПЗ украинскими тронами общий объем потери нефтепереработки сократился до 14%. То есть 14% минус от того объема, который Российская Федерация проводила. Россиянам удалось порядка 4% за последнее время восстановить. На сегодняшний момент общий объем уменьшения переработки составил 10%. Но параллельно с этим прибавились достаточно серьезные экологические проблемы, связанные с наводнениями во многих субъектах Федерации Российской, которые привели к тому, что часть объектов нефтепереработки остановилась просто потому, что невозможен подвоз сырья и невозможно нормально работать этих предприятий в связи с наводнениями. Поэтому да, действительно, кроме тех 10%, которые нефтепереработка российская сократилась в связи с обстрелами дронов, сейчас добавились еще достаточно большие объемы сокращения, связанные с природными стихиями. Да, действительно, что удалось восстановить, это удалось восстановить те нефтеперерабатывающие заводы, которые строились во времена Советского Союза. То, что строилось в последние десятилетия и то, что напрямую при строительстве использовалась западная ноу-хау и западная техника, с ними намного ситуация тяжелее. И восстановление будет намного более длительным в силу того, что еще, по-моему, во втором пакете санкций, которые были введены в 2022 году, накладывалось очень жесткие ограничения на поставку в Российскую Федерацию материалов, комплектующих готовых изделий, связанных с высокотехнологическими производствами. То есть, вот весь этот комплекс технологического оборудования по переработке нефти подпадал под санкционные ограничения. Поэтому восстановить достаточно быстро заводы, которые строились в последние десятилетия, будет крайне сложно. А почему, собственно, они строились на импортной технике? Ну вот, чтобы мы с вами понимали, глубина переработки нефти на предприятиях советских, которые сохранились в Российской Федерации, составляет где-то порядка 67%. То есть, со 100% нефти, которая заходит на предприятие, 60% — это светлые нефтепродукты, а остальное — это мазуты. На объектах, которые строились последние десятилетия и на которых использовались европейские технологии, глубина переработки составляет 88-89%. Естественно, эти предприятия намного более технологичны. Но, с другой стороны, вот они крайне зависимы от комплектующих и оборудования, которые должны были поставляться с европейских стран и на которые сейчас наложен эмбарго. Ну вот смотрите, санкции международные работают, мир отказывается от российских энергоносителей, потопы, как вы упомянули, да, тоже требуют неких средств на устранение. Понятное дело, экономика сейчас работает на ВПК. Откуда Россия берет ресурсы? Как она будет, ну, к примеру, помогать жителям потопленных регионов? Ну, экономика... Россия берет ресурсы от продажи экспортных объемов. Ну, нужно абсолютно четко понимать, что даже введя проископ на нефть, никто на продажу Российской Федерации нефти эмбарго не вводил. Россия достаточно крупный производитель нефти и продавец нефти на мировом рынке. Никто не рискнет это делать, чтобы не обварить мировые цены на нефть. То есть 30% доходов российского бюджета – это нефтедоллары. Кроме всего прочего, есть достаточно большой перечень экспортных товаров, которые на сегодняшний момент даже не подвергаются вопросу по поводу санкционных ограничений. Это редкоземельные металлы, это никель тот же самый, да, это как бы цветная металлургия. Это тот же Росатом, о котором неоднократно мы говорили. То есть все вот эти вещи, они как бы дают возможность Российской Федерации получать сотни миллиардов долларов экспортных доходов, что и, собственно, является основой для наполнения российского бюджета. Кроме всего прочего, у России есть окно возможностей, есть сосед, который называется Народный Китай и Китайская Народная Республика. И как следствие, нужно понимать, что очень многие товарные позиции, которые европейские страны, Соединенные Штаты Америки ввели в санкционные списки, попадают на российские рынки, попадают в Россию благодаря Китаю. 70% станочного парка, который сегодня едет в Российскую Федерацию, едет китайского производства. То есть нужно понимать, что Китай на сегодняшний момент дает вот то окно возможностей по развитию военно-промышленного комплекса, по получению товаров, необходимых для восстановления военной инфраструктуры Российской Федерации. Ну не просто ж так, господин Блинкин собирается в ближайшее время приезжать в Китай для того, чтобы серьезно поднимать вопрос о невозможности продажи Китаем Российской Федерации товаров двойного назначения и тех санкционных товаров, которые, собственно, Китай и торгует. Так что все эти вещи, они очень сильно взаимосвязаны между собой, и именно это направление сегодня дает Российской Федерации тот ресурс, о котором вы говорите. Да, вот вы упомянули, что Блинкин едет в Китай уже на этой неделе. С 24 по 26 апреля он там будет, да, и он накануне предупредил о так называемых карательных мерах со стороны Белого дома, если Пекин не прекратит поставлять в Россию вот эти и военные технологии, и технологии двойного назначения. А как вы думаете, какой вот будет реакция Китая на это? Ну, смотрите, я бы не обсуждал реакцию Китая, я бы обсуждал, о каких карательных мерах конкретно может идти речь, и в зависимости от этих мер можно обсуждать, как будет реагировать Китай. Но даже до приезда Блинкина уже на сегодняшний момент есть достаточно яркие примеры того, как Китай реагирует на, например, ужесточение контроля за финансовыми операциями. Китайские банки на сегодняшний момент активно отказываются от операции с российскими контрагентами. Почему? Потому что, ну вот смотрите, если мы возьмем систему международных расчетов SWIFT, так 42% всех международных расчетов проводится в долларах. На сегодняшний момент доллар является основной валютой для проведения расчетов на сырьевых рынках. Если мы с вами говорим об объеме экспортных, импортных операций Китая и стран Европейского Союза, Соединенных Штатов и Америке, это где-то полтора триллиона долларов в год, даже немножечко больше. Мы же прекрасно с вами понимаем, что эти суммы крайне важны Китаю для того, чтобы восстанавливать собственную экономику, для того, чтобы обеспечивать этот 5% роста, о которых они сейчас активно декларируют. Далеко не так все просто и прозрачно в китайской экономике на сегодняшний момент. У них очень серьезные проблемы со строительным бизнесом, у них очень серьезные вопросы, связанные со стагнацией целых отраслей. Поэтому для них на сегодняшний момент продолжение сотрудничества с американским и европейским рынком крайне жизненно важно. Более того, не просто сотрудничество, не просто продажа товаров, но и обмен технологий, допуск американских инвесторов на высокотехнологические отрасля китайской промышленности. То есть там очень много завязок, которые крайне важны для Китая. Поэтому позиция Блинкина, который собирается туда ехать, в первую очередь, естественно, будет обсуждаться вопросы, связанные с финансовым сектором, с тем сектором, который наиболее контролируемый, наиболее чувствителен для Китая. Дальше, скорее всего, это будут обсуждаться вопросы, связанные с высокотехнологическими отраслями. Ведь мы же должны понимать с вами, да, что Китай — это мировая фабрика. Но Мировой научно-исследовательский институт — это всё-таки Соединённые Штаты Америки. И если в Китай не приедут технологии, они приедут, например, в Индию, вместе с китайскими венчурными фондами, вместе с американскими венчурными фондами, то Китай может существенно быть подвинут с точки зрения мировой фабрики. И Китай это прекрасно понимает. Поэтому там есть очень много чувствительных для Китая тем, которые, я думаю, будут обсуждаться достаточно активно. А что, по-вашему, означает для Москвы тот факт, что несколько банков Китая, включая крупнейший ICBC, с конца марта перестали принимать платежи в юанях из России? — Ну, я, собственно, только что сказал, что существует очень большая возможность контроля за финансовыми операциями со стороны, в частности, Министерства финансов Соединённых Штатов Америки по отношению к крупнейшим банкам, которые обслуживают в том числе и китайские компании. И когда мы с вами говорим о тех проблемах, которые нарисовываются для китайских банков, естественно, что они будут очень здорово отказываться от операций с россиянами, если это может поставить под сомнение их нормальное функционирование в долларовой зоне, их нормальное функционирование для их клиентов, которые обеспечивают рынки европейских стран на Соединённых Штатов Америки. Поэтому речь же даже не только о Китае, речь идёт о Турции, речь идёт о Арабских Эмиратах. Там аналогичная ситуация. Там тоже резко изменяется отношение банкиров к компаниям российской юрисдикции. Давайте поговорим о прогнозах Силуанова. В его заявлении, опубликованном на сайте Минфина России, говорится, что темпы роста экономики России в 2024 году ожидаются на уровне 23, то есть 3,6%. Дефицит бюджета составляет порядка 1% ВВП, а государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП. Что из этого правда, а что не очень? Ну, смотрите, по-моему, Марк Твен в своё время говорил, что есть ложь, наглая ложь и статистика по мере возрастания лжи. Поэтому вот в данной ситуации, когда мы с вами обсуждаем перспективы российской экономики, нужно абсолютно чётко понимать, на основании чего это происходит. Да, россияне бросили сумасшедшие деньги в военно-промышленный комплекс. Это даёт на сегодняшний момент, ну, как и в любой другой системе увеличения военных расходов, увеличения расходов государства, даёт определённый прирост вала внутреннего продукта, объективно. Собственно, когда мы говорим о темпах развития, мы говорим именно о ВВП. Но, опять же, ВВП, который формируется за счёт производства военной техники, и ВВП, который формируется за счёт улучшения, скажем, гражданского сектора, увеличения товаровнородного потребления, он по-разному сказывается на благосостоянии граждан простых, россиян. В действительности, если мы вспомним последние десятилетия Советского Союза, Советский Союз же демонстрировал рост экономики постоянно, причём было там не 3-5%, проценты были намного выше. Но давайте вспомним, как жили в этот момент советские граждане, какие были колбасные клички, электрички, как долго и сложно было найти за собственные деньги хоть какой-то товар на полках магазинов. Так что ВВП это ещё не является прямым синонимом качества жизни. Так что в этой ситуации проблема может быть просмотрена с разных точек зрения. Что касается долга, ну мы же должны с вами понимать, что государственный долг — это есть способ покрытия дефицита. Ну то есть если у вас есть дефицит, то есть если ваши расходы превышают ваши доходы, то эта разница должна покрываться за счёт чего-то. В Российской Федерации, которая была отрезана от финансовых рынков, эта разница покрывалась за счёт фонда благосостояния. Но фонда благосостояния, его ликвидная часть, достаточно сильно ушла вниз. Ну вот можете себе представить ситуацию, когда россияне для того, чтобы покрыть дефицит этого года, начали активные дискуссии с Китаем о получении у Китая взаймы на покрытие государственного долга, на покрытие государственного дефицита. Но Китай не спешит давать Российской Федерации деньги в долг, поэтому на сегодняшний момент доля долга Российской Федерации, она стабильна абсолютно, 15% ВВП, и расти она вряд ли будет, потому что у Российской Федерации нет доступа до международных финансовых рынков, и ниоткуда просто эти деньги дополнительно взять. Что, по вашим наблюдениям, происходит сейчас на рынке труда России? Судя по последним известиям, в стране начался кадровый голод. Много россиян попали под мобилизацию, кто-то отправился на фронт по контракту, поверив обещанию высоких зарплат, кто-то успел уже выехать из страны, тут еще мигрантов начали преследовать, так сказать, основной источник дешевой рабочей силы. Как по вашим наблюдениям, что с кадрами сейчас? Ну, вы абсолютно правильно все сказали, и, кстати, российские экономисты достаточно серьезно тоже об этом говорят. Проблема эта заключается в следующем, что на сегодняшний момент в России беспрецедентно низкий уровень безработицы. Ну, то есть, вот тот перегрев экономики, который был связан с огромными военными расходами, привел к тому, что на тех предприятиях, на которых были и есть военные заказы, на них резко повышается заработная плата, и, естественно, они выступают в качестве таких огромных трудовых пылесосов. Они собирают с гражданских отраслей, с отраслей с низкой заработной платой людей, которые должны работать в несколько смен на этих военных предприятиях. При этом резко уменьшается доля гражданского сектора экономики, и, как следствие, в тех отраслях, которые обычно держались за счет мигрантов, за счет людей, согласных работать на дешевой рабочей силе, это строительство, это сфера услуг, это сельское хозяйство. Там на сегодняшний момент в действительности огромная проблема с кадрами. Их просто физически нету, и вряд ли они откуда-то появятся. Поэтому на сегодняшний момент осуществляется жесточайший перекос российской экономики в сторону военно-промышленного комплекса. При этом основным наполнителем внутреннего российского рынка товаров народного потребления, в том числе автомобильной техники, является Китай. Он жестко заполонил весь российский рынок. При этом нужно понимать, что цены на эти товары мало чем отличаются от тех, которые были раньше, а не даже выше, когда там продавался европейские бренды. При этом качество намного хуже. Так что это тоже является тем проявлением, которое на сегодняшний момент характеризуется российской экономикой. Спасибо за ваши комментарии. Олег Рады будем видеть вас снова. Экономист Олег Пензин был на связи со студией телеканала Freedom. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!